Начинается архиверийская дверь. Дым и грохот взрывающихся снарядов, противотанковые ежи, окопы и блиндажи. Все как в 1943 году, когда рядовой Матросов совершил поступок, сделавший его фамилию нарицательной. В парке «Патриот» провели военно-историческую реконструкцию, посвященную 80-й годовщине подвига легендарного героя Советского Союза Александра Матросова. Красноармеец закрыл с собой амбразуру вражеского пулемета, тем самым дав возможность своим боевым товарищам продолжить наступление. Такие мероприятия не просто поднимают патриотический дух страны, но и знакомят подрастающее поколение с историей России и ее славными героями, отмечают реконструкторы. Потому что это святое дело, показать молодежи на примере подвигов наших дедов и отцов, как они воевали. Особенно это символично, с современной операцией, которая у нас проходит на Украине. Поэтому наши дети должны учиться на подвигах. Кавалерия, пехота, бронетехника, авиация, снаряды и спецэффекты переносили зрителей в далекие годы Великой Отечественной войны. Реконструкцию готовили около месяца. В ней приняли участие 65 человек, 35 со стороны вермахта и около 30 красноармейцев. Принимала участие техника. Как вы могли видеть, сегодня и пиротехника постаралась, и авиацию подключили. Ну, все для зрителей. Постарались раскрыть все в полной мере и погрузить в ту эпоху, в то время, как это было. Несмотря на мороз, посмотреть на сражения пришли сотни зрителей. Действия приурочили ко Дню Защитника Отечества. И для мужчин оно стало настоящим подарком. Отличное мероприятие. Мы очень рады, что посетили его всей семьей. Оно позволяет приявить молодому поколению чувство патриотизма и не забывать о наших героях. Ну, больше всего, конечно же, понравилось, как любым мальчикам и мужчинам, это эффектная пиротехника. И, соответственно, сам весь патриотический настрой, с которым происходило это мероприятие. Многие пришли семьями. И пока взрослые, затаив дыхание, наблюдали театрализованную реконструкцию, детвора могла пройти полосу препятствий, написать письмо пером, узнать, какими инструментами лечили раненых, и как бойцы обходились без привычных продуктов в полевых условиях. Во время Великой Отечественной войны не всегда хватало чая, нужно было как-то витамины использовать. Как делали? Брали морковку, брали свеклу, на пенечке чуть разогревали, чуть-чуть ее, она немножко была вяленькой такой, заливали кипятком, там процеживали, получали морковный чай. Каждый в этот день смог немного прикоснуться к истории нашей страны и ярче ощутить величие ее героев. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Толмачева, телекомпания «Одинцова»